Глава Amazon, Джефф Безос, подчеркивает важность клиентов для его компании. Именно поэтому на каждом заседании Совета директоров всегда стоит один он. Назовите его двумя словами. Время. То, что это пустой стул, угадали не все, но этот вопрос был первым и на разминку. Следующие вызвали не меньшую бурю обсуждений, правда шепотом, чтобы соперники не услышали. Обязательным атрибутом шута был колбак с бубенцами и палка с привязанным к ней бычьим пузырем. А что в него помещалось? И так, правильный ответ на первый вопрос. А там был горох. Бумага и ручка – все, что нужно поклонникам этой игры. Главное – собрать команду единомышленников. В этот раз желающих поучаствовать в очередной игре школьного кубка «Вятки. Что, где, когда» оказалось беспрецедентно много. Турнир в Слободском собрал около 20 команд. Среди участников – школьники, работающие молодежь и даже педагоги. Как показывает практика, на самом деле зачастую взрослые команды не очень, так сказать, намного больше вопросов берут, правильно отвечают, чем дети. Разница на самом деле не такая большая, как может быть кажется на первый взгляд. Иногда 3-4 там разница в правильных ответах бывает. Кировчанин Дмитрий Долгих увлекся интеллектуальными баталиями больше 10 лет назад. Начинал с участника кировских игр, затем занялся их организацией. В 2009 году это был первый турнир такой, где я принимал участие в организации. Это был чемпионат мира по что, где, когда он проходил в городе Кирове. И уже как-то затем все это затянуло. И так получилось, что уже почти 10 лет организовываю игры различных уровней. Вопросы к этому турниру составлял Вадим Сидоров, доцент кафедры фундаментальной и компьютерной математики Вятского государственного университета. Человек, который уже давно занимается организацией школьных интеллектуальных игр. Чтобы правильно отвечать, много знать участникам турнира недостаточно. Здесь необходимо гибкое мышление. На самом деле феномен игры «Что, где, когда» и уникальность именно в этом и заключается. Недостаточно обладать только эрудицией, нужно еще какую-то смекалку иметь, нужно проявлять свою логику и, конечно, умение работать в команде. Потому что феномен игры «Что, где, когда» в том и заключается, чтобы найти ответ, если в начале минуты ты его не знаешь. 11-классник лицея Андрей Иванов не первый раз в знатоках. И единомышленники нашлись быстро. Я многим интересуюсь, много читаю. Играю с прошлого года. Друзья позвали просто в команду, я согласился. Вместе сыграли, победили. Интересное времяпрепровождение. Посидеть с друзьями, отвечать на интересные вопросы, мне кажется, это весело. На эти же вопросы отвечали знатоки других районов области. Лучшие команды встретятся в финале.